Добрый день! С вами Лаврентия Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии. Сегодня мы поговорим в рамках фестиваля развития личности «Золотое сечение». Но прежде я хочу задать вопрос. Понимаете ли вы, почему мастера, мастера с большой буквы «М» собираются вот так в фестиваль и безоплатно делятся своими знаниями, своим светом, своей энергией? Понимаете ли вы это? Мастер – это проводник энергии, транслятор знаний, как вариант. Посмотрим на букву «М». Буква «М» напоминает двойную стрелу вверх, то есть это символические перемены вверх. Перемены мягкие, буква «М». Это мягкая, такая изогнутая линия, то есть это не болезненные перемены. То есть почему всё так происходит? Ну и я отвечу соответственно. Задача каждого просветлённого человека – помочь ближним узреть суть вещей и событий за обманчивыми декорациями и формами Майи. Увидеть причинно-следственные связи, мотивы и подтексты событий. Наша задача – помочь в пробуждении, в прозрении, в преодолении цепей Майи и помочь выйти из колеса или бесконечного круговорота перерождений сансары. Как следствие, мы получаем светлое видоизменение, трансформацию Личности. Причём Личности не одно, а сразу множество. Это нужно. Вот эти мощнейшие выделяющиеся энергии, они повышают нашу частоту свечения, чистят нас. Ну, конечно же, вырезают какие-то отжившие программы и архетипы, которые мешали просветлению. То есть это только ненужное уходит. Но для просветления сначала нужно почувствовать себя, познать себя, настроить себя, свою скрипочку на правильной лады. То есть сначала нужно научиться быть синхронными божественному плану. Для этого нужны знания. Только знания сейчас, во времена всё ещё продолжающейся, в общем-то, калиюги, только они выводят к свету. Сейчас пришло время собрать себя из множества пазлов, найти себя вот того настоящего среди ассоциативных каких-то моментов, того, что стереотипов, которые были навязаны обществом. То есть среди множества мусора нужно найти свой кристалл светящийся. Это очень важные и непростые времена. Это так называемая точка рассвета, это своеобразное преодоление стражей порога. Мастерам, кстати, это тоже очень нужно, хотя бы потому, что говорящему скажется. Кстати, мастера, собираясь вот так вот вместе, они имеют возможность подключения к мощным потокам, коллективным потокам. И как следствие способность получают они, способность к творению чудес, ясновидению, яснослышанию. Сейчас происходит трансформация, обнажение многих скрытых смыслов. Конечно же, происходит и встреча с внутренними нашими монстрами. Наша задача — встретиться с этими монстрами, которые живут в глубинах подсознания, увидеть их, осознать, познать. А потом, признав, что внешнее является отражением внутреннего, начать усмирять, укращать, побеждать вот это свое темное, низкочастотное. А затем нужно сконцентрировать и направить вот это все дело в творческое, позитивное, созидающее, ответственное, сознательное русло. Вообще мы очень счастливые люди, потому что, во-первых, мы свободны в выборе. И нам даются вот так просто ключи, только нужен запрос на них. Астрология — это один из вот этих божественных ключей. Все, абсолютно все, рано или поздно, в той или иной мере, сталкивались с астрологией. Более или менее осознанно, конечно. Астрология, как сказано в Википедии, это мысль или учение о звездах. Правда, некоторые утверждают, что астрологические карты подобны ассоциативным метаморфическим картам. Отчасти это правда, потому что интерпретация зависит, конечно же, и от астролога, и от уровня развития самого задающего вопрос от натива. Но я скажу, что когда готов ученик, приходит и соответствующий учитель, который даст ответ на том уровне, который сейчас нужен человеку этому. Также Википедия пишет, что астрология – это псевдонаука. Раз в этой науке уже тысячу лет, более тысячи лет, я бы даже сказала, то как минимум, это, скажу плохое слово, это мощный эгрегор со своими энергиями, со своими силами, и чтобы нам не висеть беспомощно на маятнике этого эгрегора, как говорил Зеланд, давайте разбираться, давайте включать нашу осознанность. Согласно древним учениям, планеты и звезды – это буквы универсального алфавита взаимосвязи микро- и макро-космоса, Вселенной. Они используются как наглядная модель мира, позволяющая постигать глобальные процессы и проекции влияния этих процессов на Землю, на социум и на отдельно взятую Личность. Планеты – это энергии. Орбита каждой из планет, она находится на своём энергетическом уровне. Благодаря астрологии мы всё это читаем и понимаем. Астрология описывает, как энергии взаимодействуют и как трансформируются в процессе. Астрология описывает события, которые могут произойти. Помните, мы говорили, кстати, что когда Душа идёт на воплощение, она уже имеет какую-то окраску, то есть она уже имеет какие-то энергии. Благодаря натально-астрологической карте мы читаем, с какими энергиями она пришла. Благодаря транзитной ситуации или ещё какой-то, мы понимаем, как сегодняшние события будут взаимодействовать с этим нативом, с этим человеком. Благодаря пониманию, на каком духовном уровне, на каком уровне осознанности человек находится, всё читается как по октавам. Однако, это нужно уметь читать. Карта рождения, ещё раз подчеркну, она многовариантна, и она указывает возможности и потенциалы в зависимости от уровня осознанности человека и от его выбора. На одном уровне, приведу пример, козерог действует из-под палки, а на другом уровне он получает удовольствие от аскезы, от отшельничества. Кстати, если уже за это зашла речь, аскеза и ограничения, это тоже своеобразная иллюзия, и всё познаётся в сравнении. На одном уровне рычок будет искать укрытие и мамкину сисю, а на другом уровне – это вселенская любовь. Даже, вот уже говоря про вселенскую любовь, вспомним знак нарыб, на низком уровне – это алкоголь и наркотики для разотождествления, а на высоком уровне – это проводник, это преобразователь. Судьба и даже несколько так называемый фатум не зависят от свободного выбора человека. И насколько это осознанный выбор или невежество сплошное – это уже другой вопрос. Задача астролога – осветить путь, указать темы, но не выводить за ручку. Человек изначально творец и сам отвечает за свои поступки и решения. Видение причинно-следственных связей или уход в неведение – это его выбор. Тысячи лет назад люди знали об эфире, знали, что энергия едина, но распределяется, проявляется она по-разному. Соответственно, и мы воспринимаем разные энергетические принципы индивидуально. Астрологическая карта представляет собой, подчеркну это, распределение энергий. Понимать это, знать это, осознавать это и уметь этим всем оперировать – это блаженство на самом деле. То есть вы понимаете, каким волшебным ключом, зная астрологию, вы обладаете. Вот зачем вам астрология? Осознаёте вы вообще вот эту мощь, это не гадание, что было, что будет, на чём сердце успокоится. Я говорила уже это. Астрология показывает, повторю, распределение энергий, принципов энергий. Она показывает ритмы, с какими всё это дело взаимодействия происходит. То есть мы и наперёд ещё, к тому же, можем читать. Благодаря астрологии мы и синхронизируемся с пространством, упорядочиваемся, выстраиваемся, сонастраиваемся с изначальным божественным планом и ритмами, задумкой. Астрология — это описание процессов, это описание законов мира, в конце концов. Астрология — это философия, это образ жизни. Выстроив свои ритмы, благодаря астрологии, уже не придёт в голову сжигать чучело девицы весны, посреди зимы, или там жарить блины и водить в непонятное время асинхронно ритмом хороводы и непонятно, кого зазывать. Это всё, к слову, о сбитых ритмах, о заморачивании, о майе, о мороке, о калиюге. Это всё туда. Это всё невежество. Это всё та самая причина пребывания души Дживы в сансаре. Благодаря духовным практикам, которые мы получаем на фестивале «Золотое сечение», во всяком случае, точно, благодаря астрологии, благодаря своему запросу мы получаем ключи, мы познаём, соответственно, свою истинную природу, своё истинное «Я» и начинаем как-то справляться потихонечку с туманным, иллюзорным миром майя. А затем мы, в принципе, перестаём с ним отождествляться, с вот этим бренным миром. Майя – это иллюзия, это видимость, созданная Творцом, это череда перемен, страданий, необходимых для того, чтобы мы засветились. В этом мире мы все, абсолютно все, приходим и проявляемся несовершенными. Можно привести пример того же Христа. 30 лет он не просто так где-то был, он учился, он подготавливался. Совершенство не от этого мира. Мы должны, во-первых, хотеть двигаться вверх, в вечность, то есть повышать свою чистоту свечения. Вот, кстати, в чём отличие от мнимого роста во времени, в материи. Я говорю о духовном росте, который должен быть, я не знаю, жирными буквами, с подчёркиванием, с выделением. То есть, чтобы стать совершеннее, приблизиться к образу своего высшего Я, нужно для начала увидеть своё несовершенство. То есть наша цель, иными словами, познать себя, научиться жить в гармонии с собой, то есть с теми энергиями, с которыми мы пришли. Ну а затем нужно найти смысл жизни. И кто, как ни астрология, во всём этом может помочь? То есть разложит всё по полочкам, всё объяснит, всё растрактует, всё прочитает. Когда мы смотрим карту Хопа Венера, это то, что мне нравится. Как я радуюсь, как я веду себя дома, в чём мой опыт, это Луна, она же и покажет мои привычки. Луна — это мой внутренний мир, интуитивный, подсознательный, то есть мир эмоций, мои первичные реакции на мир. Вот что я хотела сказать. И, кстати, это образ матери. Помните, мы говорили, что душа заранее знает, с какими родителями она придёт, и какие уроки она просила родителей преподнести себе. На чём я концентрируюсь, в чём мой потенциал, что нужно, на чём нужно сконцентрироваться, чтобы проявился потенциал личности, заложенный изначально. Это Марс. Ну, хорошо, Юпитер, пусть будет, это мои друзья. Как я люблю работать. Кстати, и на чём нужно сконцентрироваться для проработки глубинных кармических тем, это Сатурн. Как я учу, как я прозреваю, как я объясняю, это Уран. Дом, в котором, то есть сфера жизни, в котором находится Нептун. Это мои желания, мои мечты и иллюзии, кстати, которые мы смотрим, пришли ещё из детских времён, и которые потом, через 30 лет, вырезает Плутон. А Плутон, кстати, это каково моё взаимодействие с людьми. Раху, в конце концов. Это моё предназначение. То есть посмотрите, как всё разложено, как вот всё объяснено. Вакшья, мои таланты, лилит, таланты, которые в прошлых воплощениях были использованы неправильно или вообще закопаны. Мы читаем астрологическую карту. Знак Зодиака, он показывает действие принципа планеты. Дом, конкретно сферу, где вот нужно вот это действовать. Куспиды домов объясняют, от чего зависит реализация сфер жизни. Вот, допустим, у меня Марс в Козероге, в шестом доме. То есть я читаю эту формулу, как индивидуальность проявляется, концентрируясь на служении, на физическом труде в том числе. То есть формула читается таким образом. Планета – это объект, что? Знак Зодиака – что делает? Дом, где? Кстати, вы заметили, я ничего не сказала о Солнце. Солнце покажет, как пробудить жажду жизни, как начать искать смысл нашей жизни. Солнце – это тот самый светильник Духа, который нужно заставить гореть. Только после этого мы, благодаря этому светильнику, найдём путь к себе истинному. Сразу скажу, никаких поражений, изгнаний и прочих нелепостей у Солнышка нет. Есть задачки со звёздочкой. Помните, что для начала нужно опознать себя, то есть разложить всё по полочкам, что мне нравится, что мне делать, что туда-сюда, в чём мои проблемные, скажем, стороны. Признать это всё дело и начать жить в гармонии, в ладу с собой и окружающим миром. А затем, постепенно, включая нужные кнопочки, рычаги, мы засветимся. Духовные практики, общение с чистыми, истинными наставниками, развитие, общеобразовательное, кстати, туда. И вы, Солнышко! Мы уже разбирали, как по астрологической натальной карте, например, найти своё предназначение. То есть мы смотрели Раху или Северный узел. Как найти таланты, как исправить ошибки предыдущих поколений, а также своих предыдущих воплощений. Это мы смотрели по Чёрной Луне, по Лилит. Ну и давайте вот сегодня мы посмотрим, как включить своё солнышко. То есть мы разберём нашу солнечную программу, не лунную программу выживания и пребывания в таком мнимом, потому что от слова «майя» вот оттуда, комфортном рачьем домике. Здесь нужно засветиться, то есть здесь вот это сопротивление нужно включить. Помните, мы на одном из фестивалей проговаривали, что нужно зажечь фитиль своему светильнику, нужно найти своё любимое дело, нужно найти хобби для того, чтобы глаза горели, чтобы энергетика, вибрации, звучание было мощнейшим, чтобы подняться с этого нуля и хоть немножко приблизиться к своему высшему образу. То есть мы говорили о пробуждении. Понятное дело, что в процессе всего этого будет отваливаться что-то ненужное, возможно, будет отваливаться болезненно, мы же цепляемся, мы же привыкли к этому мнимому комфорту. Но налегке путешествовать, взбираться вверх легче. Поверьте мне, козерогу. Итак, солнышко в овне, для того, чтобы оно засветилось, нужно с азартом искать себе борьбу какую-то, конкурирующую штуку какую-то. То есть ставить себе все более и более какие-то там высокие цели, пробивать себе дорогу вперед, вдохновляясь этим преодолением сложностей. Понятное дело, что если это будет уход в что-то такое легкодостижимое, то это будет только падение. Если, допустим, взять солнышко тельца, то нужно взять какие-то темы основательные, темы какие-то материальные, темы формы. Предположим, произошло какое-то событие, нужно тельцу придать форму этому событию, придать форму, допустим, предмет какой-то, связанный с событием важным для тельца. Ему нужно увековечить, заколлекционировать. То есть мы говорим о форме и о красоте, но здесь важно не превратиться в плюшкина с коллекционированием. И не упасть в то, чтобы постоянно иметь претензии к пространству, что оно что-то вам должно. И еще раз говорю, вот это вот бессмысленное накопительство, оно противопоказано тельцам. Близнецам. Чем больше впечатлений, чем больше информации, чем больше знакомств, тем лучше. Быть в потоке информации, в этом радость. Смысл получать, анализировать и передавать информацию дальше. Опасность в том, чтобы не упасть в обессмысливание вот этого процесса. Чтобы не переливать из пустого в порожнее без цели. Чтобы не уйти в абстракцию. Рычок. Эмоции, тепло, безопасность, уверенность, семья, забота, уют, вскармливание. Здесь хорошо быть, допустим, социальные работники, работа в адаптационных каких-то центрах. То есть там, где нужна ваша забота и нужно ваше понимание. То есть там, где будет вот эта вот безопасность. Ну, конечно же, чтобы не произошло падение, в неумении отказывать. И чем хуже ко мне относятся, тем лучше я служу. Лев. Лев – это, конечно же, творчество, это же, конечно же, ответственность, это созидание, это лидерство. Но опасность в чем? Опасность, я, наверное, бы сказала о желаниях, которые могут быть неправильными, допустим, и про эго. Дева. Дева у нас все упорядочивает, дело. Дева гармонизирует, стабилизирует, делает все здоровым, более профессиональным. То есть вот мы говорили про символический управитель Девы и вспоминали про Зерпину. То есть это эталонность. Ну, конечно же, нельзя упасть в цинизм, нельзя стать этим демоном-счетоводом или критиканом, который все усложняет, а не упорядочивает и делает из всего проблем. Весы – это умение договориться, умение нивелировать любую ситуацию, умение сделать все красиво, эстетично, все сбалансировать. Проблема может возникнуть, когда не хочется от кого-то зависеть, с кем-то договариваться. Когда включается вот этот оппозиционный овен, когда я сделаю все сам. Тема весов именно договориться. Скорпион – это кризисная, конечно же, ситуация, стрессовая, кризис-менеджер – это сюда. Это умение работать с большими энергиями, пропускать через себя мощнейшие потоки. А смогу ли я… А вот это второе дыхание, преодоление стражей порога, то есть постоянная трансформация использования вот этой фишки своей, что как птица феникс, и восстановился. То есть это сюда. Страх перемен – это минус будет для такого солнышка и неумение обладать, работать и апеллировать к чужим. Энергия – это минусы, то есть это, что называется, слабая скорпионовская черта. Стрелец. Стрелец – его задача расширение своих горизонтов. То есть это и путешествие, и получение знаний, познания философии, философии, религий других стран, других энергий, других культур. И отличительная черта стрельца – это ставить далеко идущие планы. Конечно же, задача стрельца – стать именно экспертом, профессионалом, лидером в какой-то точке. И если близнецы оппозиционные, стрельцу, они просто получают информацию, то стрельцы, они должны стать мегапрофессионалом в какой-то конкретной среде. То есть стать именно мастером. Минус. То есть неправильное использование этого канала – это как раз уход в тему близнецов. То есть прыгание поверха. Козерог. Козерогу нужна ответственность, козерогу нужна власть, козерогу нужна цель. Причем будет он идти к цели по сложным путям. И чем сложнее, тем ярче будет светиться его солнышко. Чем больше ответственности, тем лучше. Его отвечает черта умения планировать, продумывать. Честно говоря, я бы шахматистов, наверное, они должны иметь какие-то аспекты из козерога. Неправильное использование солнышка в козероге – это уход в противоположного рачка. То есть я спрятался, и моя хата с краю, ничего не знаю, никакой ответственности. И вообще проходите мимо, я тут не при делах. Водолей, Водолей – это тот самый Демиург. Это мечты, это идеи, которые он транслирует. То есть он такой вот весь эпатажный, не потому что он ненормальный, потому что он познает что-то новое, что-то необычное. Он исследует какие-то новейшие каналы. Он изобретатель. И он, получается, транслирует вот это откровение космоса. Противоположность будет, наверное, в этот лев, который будет лидер, но он будет царь. То есть он будет консерватор. И он будет бояться сделать шаг влево, шаг вправо. То есть какие-то новые идеи стать... Водолею нужно стать генератором новых идей постоянно. То есть он должен быть постоянно вот в этом потоке находиться. Рыбки. Рыбки – это психология в первую очередь. Это умение быть с создателем в единстве. Это разотождествление с вот этим миром на самом-то деле. То есть не важно, что происходит. Я в единстве, я в потоке, я самодостаточная, целостная, творческая личность. И я понимаю глубинные процессы каждого человека. Противоположность рыбам и неправильное использование соответственно канала рыб это уход в деву. То есть зацикливание на каких-то мелочах и принесение себя в бессмысленную жертву, скажем так. Итак, помните, что смысл жизни нужен. Подбирать его нужно правильно. То есть свое солнышко мотивировать еще и нужно правильно. Астрология показывает, как это сделать. Обязательно нужно задавать себе почаще вопрос «Для чего я делаю то или иное?» К чему я приду благодаря выполнению тех или иных шагов? И какое благо я принесу окружающим? Задавайте себе почаще вопрос «Зачем все то, что вы делаете?» И зачем конкретно вам это нужно? Сначала, понятное дело, начнутся какие-то штампы типа «Потому что так нужно?» «Потому что тогда я буду таким, таким, таким». То есть стереотипы. Но затем включаете свое солнышко и солнышко вам ответит совсем все по-другому. Предположим, солнце в овне, чтобы засветилось, я сказала, ему нужно быть сильнее, круче. То есть вот этот вот азарт соревновательный нужно включать. Тельцу нужна мотивация, чтобы засветилось для красоты. Близнецам, чтобы получить больше информации, поговорить, рачку, для того, чтобы позаботиться, почувствовать, найти какую-то там, я не знаю, безопасность, комфорт и так далее. Скорпиону, кстати, вот допустим, чтобы проверить себя на прочность. Стрельцу пускай, чтобы поумничать в конце концов, чтобы я все знаю, козерогу для того, чтобы проверить, а каков предел моих возможностей и могу ли я держать свое слово, поставив себе там какую-то определенную цель. И вот учитывая вот это все, вы выходите, входите в резонанс с задумкой высшей, ловите свою волну, а это, согласитесь, очень такого дорогого стоит. Помните, что вы частица Бога и Бога, рожденного на земле, как говорит Игорь Иванович Румянцев. Вы личность. Вот в чем дело. Когда вы будете это все дело помнить, тогда Вселенная вас будет чувствовать как своего и слышать вас и все ваши мысли, мечты, задумки будут чувствоваться и легко реализовываться, сила вашей мысли будет мощнейшей. Вы получите допуск в зону творения. Про хроники Акаши я уже вообще молчу в таком случае. Думайте, думайте, кстати, и отвечайте за свои мысли и слова. Все, что вы транслируете в пространство, оно пускай невидимо, но оно получает свою силу, оно аккумулируется, усиливается вокруг вас же. В общем-то, вот это я хотела рассказать сегодня на мастер-классе. Да, отдельно я благодарность за помощь в подготовке к фестивалю моему сыну Георгию. рекомендую его канал в Ютубе, ссылку дам ниже в описании к ролику. Что ж, благодарю вас, что вы задаете вопросы, что вы ищете ответы. С любовью, ваша Настя. англорб и литва, литва, литва. Литва,